Мужские игры Во-первых, это очень звучит интересно Давайте еще позовем шамана И человека, который считает, что земля плоская Во-вторых, у нас действительно было несколько попыток Организовать такой своего рода круглый стол И это все эфиры можно найти В том числе и на нашем сайте И переслушать И никакой агитации за приливки у нас в эфире нет Никита высказывает свое мнение Я высказываю свое мнение Я причем с самого начала говорю Это моя личная точка зрения На которую я имею право Так что как и вы имеете право на свое Я вам свою не навязываю Просто есть большое количество людей Которые слушают мой эфир Потому что им интересна моя точка зрения Вот я для них ее и высказываю Вам не интересно, но ваше право Также ваше право не верить в прививки и вакцины Да, пожалуйста, не верьте Пока это не является уголовным преступлением Ну как бы Я рассказываю, как это устроено В 550-миллионной Европе Вы просто ребенка в школу не отдадите без прививок Его ни в одну секцию не запишут без прививок Ну вот так вот И это правильно с моей точки зрения Потому что ваши фобии являются риском Для огромного количества людей Я совершенно не готов Из-за того, что у вас есть какие-то там Светлые мысли Рисковать бы заразиться, например, тифом Ну вот как бы, ну не хочется мне Я не хочу, чтобы мои дети заражались тифом Поэтому как бы, ну не хотите прививаться Ну не прививайтесь, ну тогда, ну как бы Изолируйте себя от всех остальных Живите отдельно Ходите на форум антипрививочников Да, пожалуйста Там вся исчерпывающая информация Ну я же не пойду на форум антипрививочников На собрание антипрививочников не пойду И вот вы, пожалуйста, не ходите там В секцию тенниса или картингов, в котором Моя внучка ходит Поэтому как бы, ну Бачили, очень шок уповали Как говорят наши ближайшие друзья И родственники на Украине А вот смотри, Олег по поводу уровня недоверия К вакцине такое сообщение прислал Большое, но очень хорошее У меня знакомые вирусологи сейчас недоумевают Как? Как раньше гасили эпидемии чумы, холеры Натуральные эпидемии Сейчас с вакцинацией очень плохая ситуация Даже там, где есть вакцины, ее поставки регулярны Люди просто не идут У нас в городе организовали И в торговых центрах даже Не говоря уже о клиниках, о кабинетах И все равно, жидкие очереди из пяти человек Врачи говорят, что просто не верят люди И это цена репутации власти Которая думала, что можно безнаказанно врать И ничего не будет, никаких последствий Вот так и будет, когда в нужный момент Людей надо будет мобилизовать Ну и прочее, прочее, прочее Да, да, я согласен с нашими слушателями Только я бы в этом винил больше даже не власть, а прессу Потому что я помню, с каким ажиотажем Массы наших официозных средств массовой информации Говорили о том, что прививки нет Коронавируса нет Мы островок стабильности Мы все это слышали У людей же крыша поехала Потому что они не понимают Сначала говорили одно, теперь говорят другое И они не умеют так быстро, как Володя Соловьев В воздухе перекувырнуться Поэтому как бы у них плывет голова Я считаю, что каждый человек, конечно, сам кузнец своей тещи Но есть вещи, которые недопустимы Ну то есть нельзя человеку с непривитым от туберкулеза И с открытой формы ходить по в метро Ну вот нельзя и все То есть он может себе сам свое метро прокопать А на нем собственными руками и вот кататься Это пожалуйста Но заражать других, ну нельзя это делать Да, к сожалению, человечество Вот оно так вот не совершенно устроено Что у него есть болезни, а есть заразные болезни Ну как бы К большому сожалению С этими заразными болезнями Со многими умеют бороться только прививками Ну вот вирусные заболевания Их можно только превентивно Приучить организм самому с ними бороться заранее прививкой А вылечить вирусные заболевания нельзя Вирус не лечится Его организм только может сам истребить из себя Ну вот так вот мы устроены, к сожалению Из Пятигорское сообщение Людей не обманешь И людям необходим выбор и доступ ко всем вакцинам Пусть это платно Хотя мы за все заплатили давно Но дайте доступ к Pfizer и Moderna Вот это, кстати, правильно Я считаю, что предоставление вот этого самого выбора Это абсолютно правильная штука И люди действительно сами должны выбирать Но понимаешь, у нас же одно на другое наложилось У нас вот эти амбиции Мы самые крутые Наложились на необходимость прививаться В результате это все приобретает какие-то кривые формы В виде заявлений Он вам не венедведен А на тему того, что нужно насильно людей прививать Не надо людей насильно прививать Надо людям просто объяснить, что прививаться надо Тогда они сами пойдут прививаться Да, среди них есть, ну, скажем так Скорбное сознание, которое считает, что прививки Это плохо И что среди антипрививочных есть эксперты Ну, как бы, да В обществе всегда есть люди У которых, ну, как мягко говоря Не очень хорошо с сообразиметром Ну, как бы Им тоже нужно терпеливо объяснять Ну, вот, у тебя же, когда Кот написал в углу Ты же его не убиваешь Ты на него можешь наругаться Даже по попьям Я провожу с ним воспитательные беседы Воспитательные беседы Ну, так же вот с этими У них интеллект примерно такой же Как у нагадившего кота Поэтому, как бы Их жалко Они несчастные люди Их обделили при рождении Господь им не дал Вот того, что дал всем остальным Как бы Поэтому нужно к ним относиться К ущербным инвалидам Шелеть их Вот Александр из Москвы нам пишет Как мне кажется, провал вакцинации Связан со словами президента Он действительно авторитет Для многих наших граждан Когда он говорит Что мы победили вирус Для того, чтобы провести Голосование и парад Люди это слышат И не идут прививаться Хорошее замечание, Саша Что интересно Опять же, на том же Волд Метриксе Метрсе Есть же Там есть кнопочка Которая количество этих Заболеваний Сегодня А есть рядышком кнопочка Сравнения одной недели с другой И на самом деле Россия относится К тому небольшому количеству Страну Которую неделя к неделе Количество заболевших Растет На данный момент То есть во всем мире Оно падает Очень сильно В России растет Потому что на самом деле Довольно мало народу Привелись Потому что действительно Много времени мутили Со статистикой И одно с другим Вообще никак не сходится Я не понимаю Каким образом Может при декларированных Ста тысячах Умерших от ковида За год Смертность Пятьсот Быть Ну никак Знаешь Как в том анекдоте Про Вовочку Которую так кулаками Делает Учительница Говорит Вовочка А ты что делаешь Да я никак не пойму Как ежики любят друг друга Вот И я тоже Никак не пойму Как ежики любят друг друга Ну я допускаю Что есть какая-нибудь Очень веская причина Почему это произошло И не из-за ковида Ну в общем Знаешь Если что-то Ходит как утка Крякает как утка И гадит как утка То скорее всего Это утка Поэтому как бы Сдается мне Что мутили Мутили со статистикой И как бы собственно Почему ты думаешь С спутником не пускают Ну потому что Как это Урсула Вот ты сказала Фондерляйн Вот Фондерляйн Сказала что Например Справка о переболевших ковидом И о ПЦР Отсутствие Должна быть не фальсифицируемая Имея ввиду Допуск в Европу снаружи А почему А потому что Все прекрасно знают Что справку можно Совершенно спокойно Забабахать в интернете Себе Никуда не ходя Никакой ПЦР не делает Вот А каким образом Они рассчитывают Этого добиться Прости пожалуйста А электронно сделать И все То есть единая система В которой будет зарегистрирована Организация Которая имеет право Этого давать Это очень просто делается И все И тогда никаких проблем Нет Ты тогда ничего не нарисуешь То есть ну да Есть технологии Опять же Которые применяют Там на этом ПЦР-тесте Есть QR-код Этот QR-код делают С каким-то там Ну специальным устройством Внутри этого QR-кода Что когда его полицейский смотрит Его сбрасывает на левый сайт Вот сейчас это так устроено Но если это не через QR-код Будет сделано А по нормальному То есть ну Будет некая единая база Которые забил И там сразу возникает человек То тогда это можно будет обойти Просто ну есть вещи Которые должны быть свободными Полностью либеральными А есть вещи Когда человечество Вынуждено защищаться Ну вынужден Им удеваться некуда Поэтому как бы Ну это к сожалению Вот оно к сожалению так Ну или можно уехать Жить в тайгу Построить себе там землянку Ни с кем не пересекаться И тогда наплевать вообще На все прививки Ходить больным Я не знаю Заражать всех сифилисом Ну и так далее И так далее И так далее Понимаешь Никого же не возмущает Что там человека Могут например Посадить за то Что он зная Что у него спит Занимается незащищенным сексом И заражает людей Это же почему-то Никого не возмущает А когда такой же В точности антипрививочник Ходит извините И носит коронавирус Это почему-то ему можно При том что Заразить спидом Даже больным Больному спидом Человек Гораздо меньше шансов Чем заразить коронавирусом Когда человек болен Коронавирусом А вот смотри Приходят такие сообщения Александр 42 года Ростов-на-Дону Саша пишет Я был Ярым ковид-диссидентом В начале этой эпопеи Но с течением времени И с Ростом Числа жертв Ковида Среди моих Знакомых И клиентов Изменил свое мнение На 180 градусов Привился спутником И теперь агитируя жену Она пока правда Боится Не хочет Ну вот насчет боится Это я тоже понимаю У меня кстати говоря Жена моя жена Боялась фазера Так же в точности Ну действительно Непонятная история Чем быстро делали Для вакцины Это правда Очень быстро Как ее сделало Что фазер Что спутник Что китайскую Эту что-то Модерну Любую Ну вот И непонятно Какие могут быть От этого побочки И в общем Знаешь Ну есть люди Такие более мнительные А есть менее мнительные Ну вот я вот менее Жена у меня более Это нормально абсолютно Бывает Но при этом Она привелась Правда ее привели Модерны А не фазер Ну без разницы Но насчет Ковид-диссидентов Которые мне перестали быть Слушай Я таких очень много знаю Просто очень много Ну просто знаешь Вот Ну действительно В России Огромное количество Заболевших У меня практически Уже не осталось Знакомых Которых не болели Которые не болели Ну разве что Кроме вот тебя Слава богу Меня да Причем у меня удивительная история У меня муж-то переболел Как выяснилось О Прикинь Бессимптомно Мы чисто вот по фану Пошли после нового года Сдать анализ на антитела У него есть У меня ноль А вот у меня на фирме Например Да Это большая организация У меня масса народу На ней работает У нас действительно Один парень заболел ковидом И даже одного Заразил Он тут бы симптомно переболел Но вот из 80 человек Которые работают Всего 2 человека болели При том что Так как это пищевка То они регулярно сдают И ПЦР И этот самый На антитела Но просто Это положено Так как мы пищевое производство Вот такая вот удивительная история Это вот пожалуйста Вот тебе в Испании А в России У меня просто нет Практических знакомых Которые не болели Ну вот Так вот Вот оно так вот получилось Я не знаю Может это совпадение какое-то Конечно Но какое-то уж больно Больно уж глобальное совпадение Поэтому как бы Ну болеют много И поэтому То что люди не хотят прививаться Тем более Слушай Ковидом же болеют не один раз Им же можно и второй И третий И четвертый И пятый И восьмой заболеть Поэтому как бы Когда человек говорит Я болел мне не страшно Ничего подобного То есть И причем У меня товарищ есть В Москве Который через 3 месяца Заболел После того как тяжело Переболел Причем ковидом Наши слушатели Наши пишут Мне кажется Что любые последствия От прививки Будут куда как Менее страшны Чем последствия От ковида В них все самое страшное Да вот я тоже так считаю Поэтому как бы Да не Ну и потом все-таки Знаешь Ведь прививка Это же не обозначает Что вот собрались Два орла Бякнули по стакану И прививку забацали Это же в общем делают люди Которые ну Соответственно Делают прививки Всю свою жизнь От разных заболеваний И прививка Не делается на голом месте Она делается Опираясь на то Что было сделано дуэт Вот так же в точности Как например Гамалейская прививка Сделана на базе Вот прививки от Эбола Которая была разработана Еще в советские времена То есть Это поэтому Как бы никаких Побочек Таких уж страшных Совсем непроверенных Ну наверное не будет Вряд ли у человека Вырастут рога Или он там начнет Бегать бешеный По улицам И всех кусать за попу Поэтому как бы Ну Есть конечно вероятность Но она мала Так же в точности Как Вот знаешь Как с этой Астрозеногой Ну да От нее действительно Бывают тромбы Но если процентного Отношения посмотреть То вот вероятность Получить тромбы Знаешь как Вот людей На которых нападает Акула В мире Четыре человека Четыре человека В год А например Которых кусает Крыса Тысячи Поэтому как бы Крыса Более опасный Зверь Тут правда Еще не нужно Забывать о том Что это действительно Битва вакцины Поэтому самую Ничтожную информацию Можно раздуть Очень серьезно В СМИ Поэтому как раз Астрозеногой Я наверное Склонна с тобой Соглашаться Да И тем более Видишь Это самое Там Конгломерат сетей Я правда Не сильно им верю Но тем не менее Такая информация Существует Вычислил 6-13 аккаунтов Активных С которых Вот эта вся Информация Распространяется О том Что Вакцина Это там Подделка И так То есть Выяснили точки Откуда это идет Есть такие Целенаправленные точки Поэтому Я не думаю Кстати Что это вариант Работы Каких-то Спирсслужб Отнють И мне кажется Что это просто Вот Типа этого Нашего слушателя Активного Который хотел Эксперта Антиперививочника Позвать И которому Кажется Такие эксперты Существуют Вот Эти вот Упоротые Они как бы Какие-то из них Просто более Медийные И от них Вот идет Больше просто Информации Я думаю Что это Вот примерно так Да Конечно Есть какие-то Побочки От прививок Вообще Бывают Побочки От разных Прививок Но И не хочется Оказаться Этой побочкой Любому нормальному Человеку не хочется Но вероятность Получить побочку Она гораздо меньше Чем вероятность Получить болезнь Не привившись Потому что Ну в мире же есть Болезни Которые полностью Победили Благодаря прививкам Например Полиэмилит Причем Это же Ну Это прямо Распространенное Было явление Ну извините Даже президент Соединенных Штатов Был Который Парализованный Был В результате Того Что заболел Полиэмилит Поэтому Ладно Давай к другой теме Переходить Давай сделаем это Буквально через Несколько минут Плюс 7903 7976 333 Друзья Это мужские игры Единственное Что предлагаю Другую тему Не начинать Пока мы не вернулись В эфир Мы сейчас вещаем Да конечно Дмитрий нам пишет Сегодня сделал Вторую прививку Спутникам Хоть и не особо Верю в ее эффективность Но логика Подсказывает Вероятность заболеть И поиметь кучу проблем Непредвиденных От болезни Всяко меньше Поэтому Вот сходил Привился И я тебе хочу сказать Что конечно Основное количество Наших слушателей Из тех Которые нам пишут Волна антипрививочников Конечно Понимаешь Это ожидаемо Которые начинают Кидать ссылки Вот вам Несуществующий эксперт Ребят Дело не в этом А дело в том Что мы их экспертами Не считаем Вот в чем дело Болтунов очень много Но основная доля Наших слушателей Пишет о нескольких вещах Это о том Что нет Очень мало информации О спутнике Которую бы объясняли Простым языком Что кстати странно Потому что есть государство Которое должно Это пропагандировать Это его изделия Это его достижения То что его сделали И настоящее Невыдуманное А второй момент Это то что конечно Люди хотят выбора Ну вот это другое дело Да Вот кстати говоря Это снижает доверие К спутнику Отсутствие его выбора Вот я бы на месте Государства Поступил бы следующим образом Я бы включил Весь свой пропагандистский ресурс В то чтобы объяснить Чем спутник хорош Дальше бы дал людям выбор У людей бы не возникло ощущения Что их заставляют Прививаться спутникам Они добровольно шли И прививались А так получается Что типа На тебе что есть А ничего другого нельзя Поэтому как бы Так нельзя Это неправильно Абсолютно И так не должно быть Павел из Новосибирска Нам пишет Главное препятствие Для прививки Это длительное воздержание От алкоголя Павел А вы когда Новости открывали Последний раз Перед Новым годом что ли Это уже давно Отменено Это условие Нету никакого Воздержания от алкоголя Можете хоть Под датой приходить Это действительно Появлялась информация Что типа 40 дней Там 42 Это неправда Фигня абсолютная Да Вообще Можешь пить сразу Даже вообще Никаких проблем Более того Друзья Я вам хочу сказать Что Это чисто советское Изобретение Что там До определенных Прививок И после Нельзя пить Потому что Все это проходило В рамках Такой борьбы С алкоголизмом Например Все мои друзья Живущие в Европе Они все время Поднимают Что значит Нельзя выпивать Перед или после Прививки Все это чувствует Это вообще Ну то есть Совсем не факт Врачи просто Такие круглые глаза Делают Когда об этом Слышат немцы Когда тебе при рождении Делают прививку Не ну родной мой Ты куда хватанул То тогда Да действительно Некоторое время Воздерживаешься Воздерживаешься От алкоголя По малолетству Лет До 16 Наверное Ну кто как Но в основном Лет до 16 А потом Можно Так друзья Никита обещал Другую тему И сейчас мы Ее-то и начнем Буквально через Три секунды Когда вернемся В эфир Мужские игры Доброе утро Мужские игры Никита Небелицкая Дарья Гордеева Кто такой Гаврил Парахин Ты конечно же знаешь Не знаешь Нет не знаю Не знаешь Зря Я тебе расскажу Это такой гражданин Он родился В 1972 году В Якутии И начал свою карьеру Гардировщиком В школе Потом он работал В школе Разнорабочим Так Потом он работал Наладчиком Третьего разряда Электроналадчиком На заводе Надежда А потом Он нашел Владимира Вольфовича Жириновского И пустился Во все тяжкие Политические карьеры Некоторое время В Якутском парламенте Он представлял Партию ЛДПР А потом Не избрался Не пошло Дело И Жириновский Сделал его Своим помощником Депутата И вот 14 апреля 2021 года Вот буквально Чуть больше Месяца назад Гавриил Гаврил Вернее его зовут Возвестил О великой победе Якутского народа Потому что В замену Ушедшим Депутата Гаврил Выездные Везда Везда Как в Советском Союзе Для граждан Пояснив это тем Что таким образом Будет Несказанную На несказанную Высоту Поднят Внутренний Туризм Вот В свете всего этого У меня Вот какой вопрос А нельзя Товарищу Жириновскому Запретить Избираться Вообще Куда бы то ни было Потому что Все что от него Исходит Оно вот такое Даш Ну послушай Тебе же Тебе же объяснили Это действительно Забота о внутреннем Туризме Да Причем знаешь Я это прочел На портале Каком-то Уж не помню Каком Там комментировать Можно И вот Среди тысяч Комментирующих Нашлись Значит два Красавца Один из которых Написал А что Говорит он правильно Нужно чтобы Россияне Отдыхали В России Оставляли деньги В России Я говорю Понимаю Там депутаты Министры Им нужно по работе Выезжать за границу А остальным Россиянам за границей Делать нечего Работают они Вагоны разгружают Да И второй Значит объяснил Что тоже Все правильно Потому что Вся пандемия Которая сейчас случилась Она привезена Из-за границы Это классика Да Это значит Вот все Пришло оттуда Забыв правда Что из Уханя В котором бушевала Пандемия 13 самолетов в день В Россию летало Но надо сказать Что такие предложения Встречаются довольно часто Например По-моему Это было до Майских Господи Он губернатор у нас какой-то Господин Кожемяка Я все время забываю Губернатор он чего Никита Кожемяка К сожалению нет Вот это тут родители Не додумались Нет По-моему Олег Кожемяка Он же предлагал Сбор Правда не выездные визы Но тем не менее Сбор с тех граждан Которые вместо того Чтобы отдыхать На территории Руси Уезжают Везут свои денежки В Турцию И типа Давайте мы с них Со всех будем Ведем такой специальный налог Будем собирать эти деньги И тоже на развитие Внутреннего туризма А ты между прочим Знаешь Что был период времени В самом начале 70-х Довольно быстро отменили Когда Ну Советский Союз Израиль Израиль А все что у них Что у них есть Но виноват Краше Вы видели Вы видели эти мозоли На этих руках трудовых Верни Важные интересные новости Ну и не забывайте Что завтра пятница А это значит Что к Вите В 9 утра Придет Николай Карлович Саванидзе Редактор субтитров А.Семкин